Продолжение следует... Ну и на самом деле новость такая случилась сегодня, новость из оккупированного Крыма о том, что суд оккупантов в Крыму постановил взять под стражу главу Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифата Чубарова. Подробности в нашем сюжете потом обсудим. Оккупационный Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте на два месяца главы Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифата Чубарова. Соответствующее постановление от 6 октября Чубаров получил по почте в Киеве. В нем говорится, что исчисление срока ареста начнется с момента экстрадиции главы Меджлиса на территорию России, либо фактического задержания там. Основанием для этого решения послужило обращение следственного отдела управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Оккупационные спецслужбы инкриминируют главе Меджлиса нарушение части 2 статьи 281 Уголовного кодекса России «Сепаратизм». Таким образом, они квалифицируют заявление Чубарова в интервью украинским СМИ о том, что война в Украине закончится тогда, когда Крым будет возвращен в ее состав. Глава Меджлиса, в свою очередь, требует от украинских правоохранителей возбудить уголовные дела в отношении следователя управления ФСБ России, судей и прокуроров, которые фигурируют в этом деле. Прежде всего, все те, кто сегодня от имени Российской Федерации на территории оккупированного России и же Крыма осуществляет будь какую правоохранительную или судебную деятельность, эти все люди вовлечены сами в преступления. Они преступники. Из тех документов, которые мне прислали по домашнему адресу в Киев, выходит то, что мы можем назвать преступником судью Киевского районного суда города Симферополя Кузнецову. Мы можем назвать неизвестного нам по фамилии следователя ФСБ России по Крыму, который направил некие материалы по следствию для принятия судом решения о пресечении мне меры в виде задержания под стражей. По словам Чубарова, его не уведомляли о характере предъявляемых обвинений. Также никто не спрашивал о согласии или отводе адвоката Алексея Леонова, назначенного ему российской стороной. Однако правовых претензий к нему глава Меджлиса не имеет. Поясняет, российская система ставит назначаемого защитника практически в безвыходное положение. Сама вот эта процедура в моей ситуации, она имеет один позитив. Дело в том, что с прошлого года у меня находится иск в Европейском суде по правам человека. И определенным образом я не мог предоставить некие промежуточные судебные решения, потому что я считал для себя недостойным обращаться в суды страны оккупанта, страны агрессора. Они за меня сделали эту работу, и поэтому эти документы будут очень существенным таким моментом в том досье. И я уверен, что Европейский суд примет справедливое решение. Защитник Чубарова Алексей Леонов по собственной инициативе еще 9 октября подал апелляционную жалобу на решение Киевского райсуда Симферополя об аресте главы Меджлиса. Однако шансов на то, что она будет удовлетворена, практически нет, уверен Рефат Чубаров. Напомним, оккупационные спецслужбы применяют нормы Российского уголовного кодекса к крымчанам, считая их гражданами России по факту аннексии полуострова. Однако против этого выступают как российские, так и украинские правозащитники, отмечая, что это является нарушением международных норм. Мы возвращаемся в студию. Георгий Лагвинский наш гость. Вот к вам такой вопрос, как Украина, как государство будет реагировать на вот такие решения оккупантов? К сожалению, это далеко не первое подобное решение. Я, наверное, немножко приоткрою завесу, что в неком розыске находятся давно же и Мустафа Джемилёв, и другие лидеры крымско-катарского народа, а также активисты, которые находятся в Крыму. Относиться к этому надо с определенной улыбкой и брать во внимание. Почему с улыбкой? Ну, для меня, как для юриста, всё, что там происходит, это, знаете, собралась некая банда «Чёрная кошка». Они там между собой что-то решают, подписывают какие-то там малявы, кто кому чего и делает. То есть перечисленные лица уже являются в розыске на территории Украины. В частности, это судья Кузнецова. В данном случае она ещё раз доказала сепаратистские направления своей деятельности. Я уверен, что к уголовному производству добавится и этот указанный эпизод. И вообще правовой нигилизм, который происходит в России, думаю, что съедает сам себя. Почему? Потому что даже если мы говорим о российском законодательстве, то открывать уголовные дела по этой статье в отношении действий, которые проведены в другой стране, это просто невозможно. Поэтому мы не будем обсуждать юридический характер. Могу сказать только одно, что немедленно будут отработаны все лица, немедленно эти лица получат соответствующие подозрения, будет объявлено в розыске. Мы принимаем дополнительные меры для того, чтобы эти лица на своей шкуре почувствовали все последствия данных действий. Самому Рифату Чебарову нечего переживать. Мы не так давно обсуждали с администрацией президента Украины и с другими коллегами-депутатами то, что мы должны предоставить соответствующий государственный дипломатический иммунитет лицам, которые могут быть подвергнуты в той или иной форме нарушениям свободы. В частности, тот же самый Мустафа Джамилев, мы знаем, что один раз был задержан фактически в Туркменистане, после чего был отпущен, но достаточно большое время провел в аэропорту на пограничной службе в связи с объявлением его в розыск. Сегодня продолжается с Рифатом Чебаровым, я знаю, с многими активистами под тем или другим предлогом, которые являются ущемленными гражданами. Поэтому, я думаю, что государство защитит тех лиц в рамках международного права и в рамках уголовного права привлечет всех обидчиков достаточно быстро к уголовной ответственности. Каким образом привлечет? И мне интересно, каким образом это письмо пришло на домашний адрес Рифату Чебарову, и как это вообще происходит? Вот вы, когда Генпрокуратура Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве сегодня, объявляет в розыск того или иного персонажа, да, из оккупантов, ну, с тех, кто участвует с ними, в общем-то, как это происходит? Коммуникация есть какая-то? Коммуникация с кем? Ну, вот с ними. Вы объявите в розыск, да, кого-то из судей, которые принимают такие решения. Что им от этого будет? Они же могут спокойно себе жить, продолжать жить на территорию Крыма, выезжать, если надо куда-то в Россию. На территории Крыма в качестве чего? Заразыскиваемые лица? Смотрите, мы не общаемся с незаконными органами в Крыму, кроме как через прессу, через каналы общедоступные. Это наша территория, и эти лица для нас всего лишь бандиты. И преступники. Поэтому действия следующие. Мы подаем их в Интерпол, мы подаем их в рамках наших договоров на международный розыск и на всюукраинский розыск. То есть люди фактически в большинстве случаев остаются некими колонистами. То есть они становятся в рамках колоний или тюрьмы. Они не могут выходить за ее пределами. Более того, мы очень надеемся, что все-таки в Российской Федерации будут какие-то изменения, направленные на признание своих ошибок и привлечение к ответственности. И тогда и там они не смогут скрываться. На сегодняшний день, безусловно, Россия ставит палки в колеса. В частности, за счет того, что она блокирует Интерпол. Объявляя многих лиц... Объявляя многих лиц... Их привлечения как политически мотивированы. И в уставе Интерпола есть ссылка о том, что в таком случае нельзя разыскивать. И так как Интерпол находится в Москве, он находится в Лионе, но офис в Москве, то часто у нас возникают трудности. Мы их решаем и с Интерполом, мы решаем другими методами. Поэтому фактически лицо становится в очень закрытой территории. И я надеюсь, что и наши спецслужбы со временем станут более сильными для того, чтобы проводить операции на территории своей страны, даже когда они не контролируют эту территорию. Для того, чтобы защитить Рифата Чубарова, Мустафу Джамилева, активистов других, на которых открыты дела, есть так называемые черные списки и крымские журналисты. Там, в принципе, у нас есть вот здесь на канале Анна Андреевская, журналистка, на которую вот на первую открыли в Крыму криминальное дело. Вот получается, что может президент Украины дать? Дипломатические паспорта или как-то это все сделать? Будет защищен Рифат Чубаров, Мустафа Джамилев? Что с остальными, с журналистами, например, с активистами? Я предложил следующую законодательную инициативу, что за решением РНБО президент выдает указ, который обеспечивает дипломатический иммунитет, соответствующий дипломатический паспорт, приравнивает к дипломатическому рангу, тогда это лицо попадает под Венскую конвенцию. То есть, если он полетит в Молдову, в Туркменистан или еще какие-то страны, которые могут иметь отдельные договора с Россией в выдаче разыскиваемых лиц, в данном случае этот договор не может на них распространяться. Теперь, это касается не конкретного Рифата Чубарова или конкретного Мустафа Джамилева. Это касается тех лиц, которые не нуждаются в государственной защите. Также мы предусматриваем государственную защиту на национальном уровне. Возможно, связано с угрозами, какое-то лицо требует охрану, оружие или какую-то другую меру защиты. Смена места проживания или же, допустим, смена даже фамилии в случае необходимости. То есть, страна должна защищать своих героев. Когда это может быть? Я думаю, что законопроект будет подан на следующей неделе. Она как раз будет пленарной. Я попытаюсь максимально собрать своих коллег для этих действий. Это непростое действие. Она находится в разрезе с той политикой, которая происходила все последнее время, так как наш МИД все-таки считает, что это их эксклюзивное право быть дипломатами. Но и мы попытаемся продавить эту инициативу. А деньги найдутся на это в бюджете? А какие деньги? Дипломатический паспорт, 7 гривен? Нет, а вы говорите про охрану, возможно, смену фамилии, место жительства. Это такие программы, которые требуют, на самом деле, немалого финансирования. Жизнь человека бесценна. Поэтому защищать – это обязательство государства, а не право. И вопрос, в какой сфере и в какой мере государство может это обеспечить. На сегодняшний день такая программа, в принципе, существует. И, возможно, кому-то нельзя будет предоставить личного охранника. Можно предоставить только оружие. Или в каком-то случае нельзя обеспечить полностью быт. Это должно решаться индивидуально. Но то, что сегодня законодательные акты в том числе предусматривают защиту наших граждан и в такой форме. Мы единственное, что расширим перечень лиц, которые попадают под такую охрану. Окей. И на самом деле, вот есть уже лица, которые под судом. И рассмотрение дела происходит. Это, собственно, депутат Крымского парламента Василий Ганыш. А мы сейчас в сюжете наших корреспондентов посмотрим, в чем суть, потом обсудим. Петровский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела по обвинению бывшего депутата Крымского парламента Василия Ганыша в государственной измене. Напомним, обвинения в отношении него базируются на двух обстоятельствах. Участие экс-депутата в голосовании Верховной Рады Крыма за проведение незаконного референдума, повлекшего российскую аннексию полуострова, а также в незаконных местных выборах в оккупационные органы власти. На очередном заседании суд заслушал двух свидетелей защиты. Один из них – глава Меджлиса Крымско-Татарского народа и бывший коллега Ганыша по Крымскому парламенту Рифат Чубаров. Он смог подтвердить только второй эпизод обвинения относительно попытки Ганыша получить депутатский мандат в оккупационном феодосийском горсовете. Факт участия Василия Ганыша в голосовании за проведение незаконного референдума в парламенте Крыма должны были подтвердить свидетели стороны обвинения. Однако они не смогли принять участие в судебном заседании, но пообещали свидетельствовать на следующем. Вместе с тем оба свидетеля, представленных стороной защиты, не смогли назвать фактов сепаратистской деятельности подсудимого. Бывший главред издания Кафа Ньюз Алексей Батурин уверяет, что Ганыш всегда отстаивал проукраинскую позицию. И поэтому известие о том, что он обвиняется в государственной измене, очень удивило и экс-редактора, и многих феодосийцев, которые были свидетелями репрессий в отношении экс-депутата со стороны пророссийских сил. Все российские организации, выступая против, как они отражались, бендировцев по власти, они упоминали в том числе и я, они хотели добиться и властью. То, что Ганыша требовали снять и лишить его должности заместителя городского головы, об этом говорилось публично на митингах в мегафоны, при которых присутствовало несколько тысяч человек. Рефат Чубаров в судебном заседании также не смог назвать фактов сепаратистской деятельности Ганыша. Более того, по словам Чубарова, экс-депутат относился к пассивному большинству Депкорпуса, находящемуся под влиянием руководства фракции партий регионов и поэтому не проявлявшего активность на сессиях. Как вы можете охарактеризовать, как вы можете охарактеризовать Ганыша, как вы можете охарактеризовать. Для моих принципов таких публичных, яких заходов он не делал, у меня не было прийти, чтобы с ним дискутировать как минимум, або конспектировать как максимум. За тих заседания, где вы принимали участь, Ганыш намагался каким-то чином протестировать, проводить однобоклого висловлення питань або установить объективные речи со своими виступами на сессии? Из пана Ганыша о таких выпусках я не помню. Василий Ганыш, напомним, был задержан сотрудниками СБУ и пограничниками на пункте пропуска Каланчак весной. Он уже полгода находится под стражей по обвинению в нарушении части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Суд приступил к рассмотрению дела по сути 15 октября. Следующее заседание суда назначено на 3 ноября. На нем будут заслушаны свидетели стороны обвинения. Обвинение в госизмене. Кстати говоря, наш журналист Александр Янковский, его тоже приглашали в суд, потому что видео Черноморки как раз запечатлило некоторые моменты, которые в доказательной базе есть. Ну и вот получается, что из свидетелей никто не сказал, исходя из сюжета, о том, что сепаратизм присутствовал. Вообще следите ли вы за этим делом? А как можно увидеть сепаратизм? Призывы к отсоединению. Призывы тоже не могу сказать, что называется сепаратизмом. То есть нужно действия зафиксировать, чтобы это была доказательная база. Давайте я все-таки поставлю правильно, проведу параллель и полосу, о чем идет речь. Было голосование, несколько голосований, в котором действующие депутаты Рады Крыма нажали кнопки и проголосовали за отделение с Крымом. Вот нажатие указанной кнопки должностным лицом является уголовно наказуемым, потому что это субъект, который дали власть, а он использовал свою власть с целью нарушения территориальной целостности Украины и совершил госизмену. Он не имел права продавать или отдавать свою территорию. Это первый предмет обвинения в отношении господина Ганиша. И тут надо отметить несколько вещей, что господин Ганиш утверждал, что он голосовал против. Однако по всем данным, которые соблазовало следствие, таких голосований против не было. Были только голосования за. И были лица, которые отсутствовали в это время и не проголосовали. Но дело в том, что господин Ганиш присутствовал. Более того, он пришел на эту сессию. И у меня задается вопрос, если ты не хочешь голосовать, или ты голосовал бы против. Я понимаю, если бы действительно проголосовал бы против, для этого он пришел нажать кнопку. Но таких действий не было. Установлено следствие. Более того, я не знаю, насколько следствие продвинуто, но, насколько я знаю, есть и информация об его голосовании, которая зафиксирована как на видео, так и в каких-то показаниях. Но, опять же, я не буду давать оценку следствия, это неправомерно. Есть второй эпизод, который, опять же, говорит о государственной измене. Дело в том, что одни из, например, самых серьезных нарушителей, это центр Избрекум. Они взяли на себя права делегировать другим определенные полномочия. То есть все равно, что я буду назначать в группе лиц, и говорить, так, ты будешь у меня снайпером, но снайпером с удостоверением на отстрелы людей. Вот вам лицензия, не больше 15 человек там в месяц. И господин Ганиш, находясь там, будучи проукраинским человеком, идет и баллотируется на определенную государственную должность. Тогда мне задается вопрос. Если он настолько действительно проукраинский человек, почему же он в месте, где работают оккупанты, которые создали оккупационную власть, некий такой общак в виде бюджета, смотрящих в виде милиционеров, прокуроров и депутатов, почему он бежит в эту мафиозную структуру, и просит, чтобы люди его туда избрали? И вот тут возникает второй эпизод по государственной измене. Факт, что он баллотировался, тоже не отрицается. И он его тоже признает. Другой вопрос – это оценка суда, какой был мотив, для чего он это делал, надо было или не надо было. И вот фраза сепаратиста, то есть говорит, я считаю, что украинцы нехорошие, так нельзя говорить, это не фраза. Есть действия, и по конкретным действиям, за действием каждого человека, эти лица и несут ответственность. Вы хотите сказать, что лица, которые сотрудничали какое-то время, могли работать с оккупантами, они должны или баллотировались, подвергаться в принципе… Разные вещи, сотрудничали и баллотировались. Мы относимся к большинству населения, которое стало в Крыму, как к заложникам ситуации. Государство Украины не смогло защитить их права, ни армия, ни милиция. Это мы говорим о обычных гражданах. Обычных гражданах. Теперь, что значит сотрудничество? Если кто-то получил в банке деньги, например, в российских рублях, он же тоже теоретически нарушительный. Практически нет, потому что мы законом об правах и свободных на оккупированной территории дали такие права, понимая ситуацию. Я вам скажу такой живой пример. Ленур Ислямов, владелец телеканала АТР, человек, который уже больше месяца проводит на блокаде, и который в принципе один из главных инициаторов, он предлагал свою кандидатуру на должность вице-премьера в самопровозглашенном крымском правительстве по квоте крымских татар. Какое-то время работал в оккупации. Но, собственно, сейчас же он находится в Украине. Давайте я продолжу. Я как раз приведу. Это уже как раз начинаем более главный процесс. В чем возникает проблема сепаратизма? Это статья 109, 110, 111 государственных измен. Когда человек начинает получать права, которые ему государство не делегировало, и когда он распоряжается этими правами, которыми государство не делегировало. Теперь, есть обстоятельства, предусмотренные отдельно в статье уголовного кодекса, когда уголовное ответственность за лицо не привлекается. Тогда, когда эти действия были направлены на защиту своих граждан. С учетом того, что государственная позиция Украины, совпадающая с позицией Меджлиса, о том, что мы должны оставаться в Крыму, мы не должны оттуда бежать. И очень яркий пример, даже несмотря на угрозы, очень яркий пример это заместитель главы Меджлиса Ахтему Чайгос, с которым буквально за пару дней до его ареста мы общались. Мы предупреждали о том, что, возможно, нужно его арестовать на границе. Однако он своим примером сказал, нет, я все равно поеду, я не могу скрываться, я не могу бежать, за мной стоят люди, больше 200 тысяч человек в Крыму. И он поехал, и он был арестован прямо на границе. Соответственно, человек знал, куда он шел, знал, ради чего он это делал и что он делал. Поэтому, когда мы говорим о том, что кого-то делегировало какое-то общество с целью защиты граждан, в таком случае он освобождается от уголовной ответственности. Вот и все. Ну, вы же юрист. Это все то, что находится у нас в нашем законодательстве, в уголовных кодексах. Ну, то есть каждый случай абсолютно индивидуальный. Безусловно. И, в принципе, имея хорошего юриста, я так понимаю, можно даже, если ты человек, который нажал на кнопку депутата за присоединение Крыма к России, то можно доказать… Я считаю, что иметь хорошего юриста – это всегда полезно. Я считаю, что каждый человек имеет право на защиту, в том числе господин Ганиш. И несмотря на то, что я был и присутствовал в зале заседания, я общался с адвокатом господина Ганиша, я буду ему содействовать максимально для того, чтобы была установлена истина. Но я не могу ему содействовать в том, чтобы он был освобожден из-под стражи или был оправдан, если он виновен. Поэтому мы должны… Наша задача – помочь всем и установить истину. Адвокаты – они как врачи. Они не спрашивают, чем болеют люди. Они должны их лечить. Но всё, что я вам до этого сказал – это нормы кодекса. То есть, если, например, в некой банде работает милиционер, и ему по закону Украины… Он должен нарушать закон Украины, участвовать в воровстве, в грабеже, и ещё в чём-то. Для того, чтобы он не был раскрыт целью предоставить информацию, то он освобождается от уголовной ответственности. Прямая норма уголовного ответственности. Это вы параллель с ситуацией Ленурой Селямова провели? Я провёл параллель не только с Ленурой Селямовым. Я не знаю, не давал оценки этому процессу, но, безусловно, определённые права у нашего населения Межлицы есть. Они должны защищать свои права. У них должны быть определённые возможности защиты. Если защита будет проявляться в том, что надо прийти и говорить с Константиновым, безусловно, они существуют. Но это должна быть прямая согласованная норма с государством Украины, с правительностью и, самое главное, со спецслужбами. Наличие или отсутствие таких разрешений не является обязательным для общего разглашения, потому что иначе, мы понимаем, они долго не просуществуют. Спасибо за то, что к нам пришли. Георгий Лагвинский, народный депутат Украины, сегодня в программе «Голос Крыма». Спасибо вам за то, что вы с нами. Мы это правда ценим. Смотрите нас также в YouTube, по нашей страничке BlackCity TV. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин